Сегодня под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова состоялось заседание правительства. Собрание началось с минуты молчания в память о погибших шахтеров в Караганде. Позже была рассмотрена ситуация с пожаром, произошедшим на Ашахте имени Костенко. Авария произошла на глубине 700 метров и в результате погибли 46 человек. В связи с этим инцидентом глава государства поручил прекратить сотрудничество с компанией Арселор Миттл Тимиртау. Также на заседании были рассмотрены два важных вопроса. Первым из них было развитие туризма и для этой цели были утверждены дорожные карты. За 9 месяцев в сферу туризма было выделено более 400 миллиардов тенге инвестиций. Ожидается, что до конца года количество внутренних туристов достигнет 9 миллионов тенге, а количество иностранных туристов увеличится вдвое. Кроме того, на заседании правительства обсуждался кредитный вопрос и были утверждены меры по снижению чрезмерного кредитования граждан. В ближайшие три года планируется обучить финансовой грамотности 550 тысяч учащихся и студентов, а также оказать помощь 200 тысячам заемщиков банков и микрофинансовых организаций. Поддержка нового начала. В Алматинской области с начала года партия Аманат предоставила возможность развивать свое дело около 290 предпринимателей. В регионе на реализацию программы АУЛ Аманате предусмотрено более 8 миллиардов тенге. Пока из них освоено около 2 миллиардов. Об этом стало известно на очередном заседании областной депутатской фракции. На каком уровне и как ведутся работы по развитию сельского хозяйства, расскажет наш корреспондент. Сегодня руководители управления Алматинской области отчитались перед депутатами партии Аманат. В ходе встречи были обсуждены вопросы работы, проводимые в рамках различных программ и национальных проектов. Председатель областного филиала партии Куат Байгоджаев отметил, что по программе АУЛ Аманате поддержано 286 бизнес-инициатив. Кроме того, по словам специалистов Управления сельского хозяйства, в регионе строятся новые объекты для продвижения отрасли. В период с января по сентябрь 2023 года объем валовой продукции сельского хозяйства области составил порядка 600 миллиардов тенге. Всего по области приобретено 13 415 единиц сельскохозяйственной техники. За 9 месяцев текущего года приобретено 269 единиц техники, в том числе через АО «Каза Агрофинанс» 84 единицы, из собственных средств 168 единиц, через другие лизинговые компании 17 единиц спецтехники. Отметим, что в 2022 году из республиканского бюджета на проведение работ по реконструкции трех растительных сетей общей стоимостью более 18 миллиардов тенге выделено почти полтора миллиарда, что позволит привлечь в оборот 17,9 тысяч гектар орошаемых земель. В текущем году на продолжение работ по реконструкции растительных сетей предусмотрено 3,5 миллиарда тенге. По информации руководителя управления здравоохранения, на территории региона сейчас строится 6 новых медицинских объектов. До 2025 года в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить около 40 учреждений. Отметим, что в текущем году на укрепление материально-технической базы врачебных организаций предусмотрено более 5 миллиардов тенге. Депутаты партии поинтересовались, на сколько процентов сейчас выполнена эта работа. В сфере здравоохранения ведется строительство шести объектов. Капитальный ремонт одной врачебной амбулатории. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за 2023-2025 годы будет построено 38 объектов. Однако запланированные на текущий год 27 объектов перенесены на 2024 год в соответствии с постановлением правительства. В текущем году на укрепление материально-технической базы врачебных организаций направлено более 5 миллиардов тенге. В настоящее время для организации первичной медико-санитарной помощи приобретено 51 единица медицинского оборудования. Особое внимание в области также уделяется повышению качества образования. В текущем году введено в эксплуатацию 9 новых школ. До конца года будет завершено строительство еще 5. Известно, что капитальный ремонт ведется на 16 объектах образования. На это выделено около 13 миллиардов тенге. Депутаты подчеркнули необходимость ускорения темпов работы, а также усиления дальнейшей деятельности в организации качества образования. В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 14 объектов образования. Их числе 12 школ, один пришкольный интернат, один детский сад, на что из бюджета выделено 12 миллиардов тенге. На модернизацию 78 школ в текущем году предусмотрено более 6 миллиардов тенге. Из них 765 миллионов на приобретение 86 новых модифицированных кабинетов для 70 школ. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. На 78 школьных библиотек на 50 миллиардов тенге приобретена художественная литература, стеллажи, компьютерная техника. Ведется капитальный ремонт пяти школ, который будет завершен в ноябре-декабре. Отметим, что для ликвидации трехсменных школ в рамках национального проекта «Комфортная школа» за два года будет построено 53 новых школы на 54 600 мест. Также в целях охвата дошкольным воспитанием планируется открытие 59 частных детских садов и дополнительных групп на 5000 мест. В ходе заседания о проделанной работе также читались и другие специалисты госструктур региона. Копилка казахской литературы пополнилась еще одним романом. Сегодня в Алматинской области широкому кругу читателей было представлено произведение писателя, публицица Шархана Казагула Кульпет. Авторы ищут ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством. В романе поднимаются вопросы гравитации родной земли, что такое родина. Также в произведении прославляются такие ценности, как патриотизм, честность казахской женщины и родной язык. Отметим, что в прошлом году книга впервые была представлена на литературном конкурсе «Меценат КИЗ» и стала его лауреатом. Выйдя из-под пера, литератора Роман Кульпет сразу занял особое место в сердце автора, начавшего писательский путь с публицистики. Потому как именно это произведение Шархана Казагула совершило революцию в мире казахской классической литературы. Автор потратил более 10 месяцев на создание этого романа. Лейтмотивом написания стали «Патриотические чувства к моей стране», говорит он. Отметим, что до сегодняшнего дня писатель опубликовал десятки книг, таких как «Портреты без палитры», «Онлайн-мысли наедине», «Футбольные фрагменты». На самом деле слово «кульпет» – это архаизм. Тюркское слово, которое означает «страдание души». Я думаю, в каждом названии романа должна быть интрига. Это как призыв к читателю. Я выразил свои мысли о сохранении самобытности казахской нации и возможности пробудить патриотизм соотечественников. Это книга о любви к народу, стране, сохранении человеческого достоинства. Я хотел поднять в ней вечные вопросы человечества. Думаю, мне это удалось, потому что я к этому роману готовился 30 лет. Я не хотел быть плохим писателем, и эти амбиции сдерживали меня 30 лет. Во время пандемии появилась возможность. Я сел за роман, написал его за полгода, но ещё 4 месяца ушло на то, чтобы его отшлифовать. Сегодняшняя презентация организована при поддержке Управления культуры, архивов и документации Алматинской области. Основная цель мероприятия – пополнить и развить Национальный литературный фонд и поддержать автора, говорят специалисты сферы. Это произведение определённо глубоко вдохновило своих читателей. Энергия романа передаётся непосредственно от уст самого автора. Это потрясающе. Произведение посвящено глубоким раздумиям о смысле жизни, духовных ценностях и взаимоотношениях между людьми, что остаётся востребованным и актуальным в нашем обществе. Отметим, что всего роман «Кульпет» издан диражом 5000 экземпляров. Сегодня половина из них распределена по республике. До конца года планируется поднять этот показатель. Напомним, с начала года в Алматинской области презентовано около 10 книг разных авторов. Труд людей в белых халатах. Врачи Карасайской района и многопрофильной больницы Алматинской области разработали новые методы лечения хронической сердечной недостаточности. Он контролирует работу человеческого сердца и помогает его камерам сокращаться синхронно. В результате удалось спасти жизнь двум пациентам с тяжёлой степенью хронической сердечной недостаточности. Хроническая сердечная недостаточность – одна из главных проблем современной кардиологии. Каждый пятый, восьмой из ста человек, посещающих больницу, каждый год диагностируются по этому заболеванию. Цель врачей – продлить жизнь пациентов и улучшение её качества. Кроме того, помимо медикаментозного лечения, в больнице предусмотрена терапия для коррекции нарушения сердечного пульса и улучшения работы сердечных мышц. Раньше, чтобы получить эту хирургическую процедуру, пациенты должны были обращаться к профессионалам – в республиканские клиники или в крупные городские учреждения. Сейчас этот метод доступен в регионах. Стоит отметить, что внедрение данной технологии имплантации в Карасайском районе позволит жителям получать своевременную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Благодарю специалистов нашей больницы. Ранее за подобными медицинскими услугами приходилось обращаться в частные клиники города Алматы. Теперь это можно провести в нашей больнице Карасайского района. И это очень радует. Уверен, что они ещё спасут не одну жизнь, потому как в рядах врачей трудятся настоящие профессионалы своего дела. Спасибо всем, кто работают ради сохранения нашего здоровья. Ряды вооружённых сил Республики Казахстан пополнились младшими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. В рамках весенней призывной кампании солдаты, прибывшие в воинскую часть 65-476 Кунаевского гарнизона, прошли шестимесячный курс обучения, в связи с чем в части был организован выпускной вечер. Около 50 солдат были награждены грамотами и благодарственными письмами. Стоит отметить, что за полгода они освоили такие специальности, как дозиметрист и дезинфектор. После того, как долг срочной службы перед Родиной будет отдан, солдаты смогут продолжить службу в вооружённых силах и работать по данным специальностям. Одним из тех, кто намерен воспользоваться этой возможностью, является Ерсултан Бектор. Отличившийся в учёбе и боевой подготовке, солдат недавно был награждён нагрудным знаком министра обороны и отличник вооружённых сил Республики Казахстан. По его словам, служба в армии – достойное дело. Отметим, что во встрече приняли участие родители срочников, а также ветераны сил химической обороны России и представители администрации города Кунаев. Я был призван из села Маканше Абайской области. Завершил шестимесячную службу в воинской части 65476 Кунаевского гарнизона. Получил сертификат по специальности химик-дегазатор. Также был удостоен медали от Министерства вооружённых сил Республики за отличную учёбу. За эту награду благодарю своих господинов, сержантов и командиров взвода. В целом призываю всех парней пройти службу в армии, отдать долг родине и отточить лучшие морские качества. Управлением по чрезвычайным ситуациям Алматинской области на регулярной основе проводится разъяснительная работа. Сотрудники спасательных служб провели специальные мероприятия для воспитанников одного из детских садов Елийского района. Цель – профилактика проблем, возникающих при пожаре, рассказывает наш корреспондент. Управление по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в традиции ежегодно организует различные мероприятия в дошкольных учреждениях. В отопительный сезон – это одна из самых важных работ. Опасность огня не только в том, что это разрушительная стихия, но и в том, что вызвать её может даже маленькая спичка в руках несмышлёныша. Обучать дошкольника элементарным правилам безопасности надо с самого раннего возраста. Даже малыш двух лет от роду уже должен понимать, что в розетку нельзя ничего засовывать, нельзя трогать плитку и грызть провода. Ежегодно мы проводим в детских садах и начальных классах, в средних школах конкурсы, викторины, инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности. Сегодня мы провели в дошкольном учреждении, в детском саду, Хуат, мероприятия, конкурс викторинус в игровой форме, также тренировки, эвакуации детей со здания. Ежегодно такие мероприятия у нас проводятся в летний период, в осенний период, в летний период по соблюдению правил безопасности на воде, купальный сезон в зимний период, у нас соблюдение правил пожарной безопасности, быту, детская шалость, также угарный газ. В Лисском районе, в детском саду Хуат, воспитываются 150 детей. Для них работают 15 педагогов-воспитателей. По словам заведующей учреждения, ребёнок – это будущее страны, а ответственность за безопасность малышей лежит на плечах воспитателей. Поэтому наша общая задача – создать для них все условия. Дети в этом возрасте очень доверяют взрослым, в первую очередь папе и маме. Поэтому немаловажным фактором здесь является личный пример родителей. Если дошкольник будет видеть, что дома валяются незатушенные сигареты, над огнём сушится рубашка, а розетка время от времени искрит и воняет пластмассой, то это будет вызывать в нём стойкое убеждение, что в нарушении правил пожарной безопасности нет ничего страшного. Взрослые ведь нарушают, и всё прекрасно. Вот отсюда и следует первое правило для родителей и педагогов. Ребёнок должен понять, что огонь не просто светлячок, что он может быть опасен. Открытый урок, организованный в связи с пожарной безопасностью, прошёл на высоком уровне. В завершении мероприятия представители управления по чрезвычайным ситуациям наградили воспитателей специальным благодарственным письмом. Раздали детям сладости и сувениры. Отметим, что в Алматинской области с начала года в средних школах и дошкольных учреждениях проведено 25 открытых уроков с охватом 166 человек. Также было проведено 490 конкурсов и викторин с участием 18 028 человек. В 2023 году прибыль туристической отрасли Казахстана возросла. В столице республики был построен мост, который, по словам экспертов, разгрузит движение на автодорогах, передаёт Хабар-24. В стране продолжает сокращаться популяция снежных барцев. Об этом и не только в нашем следующем сюжете. Туристическая отрасль Казахстана за первое полугодие 2023 года заработала около 100 миллиардов тенге. Об этом на заседании правительства сообщил глава профильного ведомства Ермек Маржакпаев. По словам эксперта, рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил всего 30 миллиардов тенге. Однако Алихан Смаилов, премьер-министр Республики Казахстан, заявил, что в данной сфере ещё много нерешённых проблем. Отсутствует инфраструктура, не хватает места размещения и плохо развита логистика. Кроме того, казахстанцы недовольны высокими ценами на такси, питанием и услугами гостиниц. Такие прецеденты снижают туристическую привлекательность нашей страны, говорит премьер-министр. Новый мост открыли в Астане. Он разгрузит движение на автодорогах столицы на 35%, говорят специалисты. Восьмиполосный путепровод активизирует трафик на улице Кирижа-Небек, Кандар, проспектами Аль-Фараби и Уладала. Мост с протяжённостью 653 метра строили два года. На реализацию объекта потратили более 24 миллиардов тенге. Большую часть средств выделили из нацфонда. Движение по проспекту Аль-Фараби по нашим прогнозам увеличится в два с половиной раза. Это будет не менее 40 тысяч машин в сутки. Весной будут доводиться работы по благоустройству. И полное завершение планируется весной следующего года. Почти 4 тысячи снежных барсов сейчас обитает в Центральной Азии. Ежегодно их количество сокращается. Проблема сохранения редких животных настолько стала реальной, что на неё обратили внимание правительство всех 12 стран, где обитает хищник. Снежный барс не только уникальный обитатель Центрально-Азиатских гор, но и национальный символ Казахстана. Он олицетворяет силу, благородство и миролюбие. Сегодня в горах Алтая, Саура и Цанчане обитает почти 180 особей. Их защита важна для сохранения уникальной фауны страны, отмечают эксперты. Основная причина — браконьерство. Для любителей незаконной охоты хищники лишь в трофей. Стоимость краснокнижного животного на чёрном рынке баснословная. Например, цена за его шкуру достигает нескольких тысяч долларов. Факты браконьерства, по сути, не стали единичными, но они есть. Мы провели большую работу, это анализ социальных сетей, там, где, так сказать, могут продавать вот эти вот всякие шкуры, там экспонаты этих чучела, снежных барсов. И можно констатировать, что ежегодно в Казахстане от трёх до пяти снежных барсов незаконно убивают. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Масштабный фестиваль ретроавтомобилей прошёл в столице Грузии, сообщает Хабар-24. Тем временем ледники в Гималаях тают рекордными темпами. Об этом и не только в международном обзоре новостей. В Грузии прошёл масштабный фестиваль ретроавтомобилей. На мероприятие приехали несколько сотен участников, поэтому пришлось перекрывать часть улиц в центре Тбилиси. Фестиваль организовала Ассоциация исторических автомобилей при поддержке столичной мэрии. Это уже шестой по счёту фестиваль старинных автомобилей. Самому старому авто на фестивале оказалось 88 лет, самому молодому – около 30. У каждого автомобиля своя особенная история. Давид Капиашвили – скульптор по образованию. Любит коллекционировать и самостоятельно собирать машины. Идею этого автомобиля ему подсказала американская история, когда солдата, травмированного войной, в целях реабилитации отправили на полигон запчастей и позволили собирать любые машины. У этого автомобиля нет аналога. Начиная с базы, этот автомобиль придумывал я. Есть другие, которые собраны на других базах. Но мой автомобиль от начала до конца, каждая линия, каждая деталь придумана мной. Соответственно, и дизайн тоже. Я на эту машину смотрю не как на средства передвижения, а как на скульптуру. Ледники в Гималаях тают рекордными темпами. Они могут потерять до 75% объема уже к концу этого столетия из-за глобального потепления. Об этом заявили в Международном центре по комплексному освоению горных районов. Это приведет к опасным наводнениям и нехватке воды для 240 миллионов человек. На фоне ухудшения климатической ситуации глава ООН Антонио Кутерриш прибыл в Непал с четырехдневным визитом, чтобы обсудить последствия изменения климата с местным населением. На гуманитарной паузе в секторе ГАДЗа настаивают. В Министерстве иностранных дел Великобритании в ведомстве заявили, что ведется активная работа с несколькими странами, в числе которых Египет и Израиль. По словам главы МИД Джеймса Клеверли, временная пауза в боевых действиях поможет Соединенному Королевству доставить гуманитарную помощь людям в зоне конфликта. Об этом он заявил в ходе своего визита в Абудаби. Там Джеймс Клеверли встретился с представителями МИД Объединенных Арабских Эмиратов. Мы хотим удвоить гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе ГАДЗа. Но сейчас наш груз задерживается в Египте. Поэтому мы ведем переговоры с несколькими странами. Мы продолжим говорить о необходимости создания временной гуманитарной паузы. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова